Вот пожалуйста, Александр Сергеевич Марьясов приехал сегодня. Вы где такое большое ведро там взяли? Ой, Игнать Николаевич, где-то под Калугой. Оно сколько литров? 20. 20 литров. Но оно нам помогало. Стекла же мыли. И вы в нем мыли, да? Да, постоянно. Мурашки же замывают, стекла, все-все. Да и когда едешь с книгами не охота на грязной машине. Понятно. То есть вот и едем. Я говорил вам не мойте, мы сейчас помоем. После бани опять запачкаетесь. Не запачкаетесь. Я вымазал, я же и вымою. Это вы ему и ходку купили Вектору? Да. И ведро? Да. Специально, чтобы это удобно. Раз, помыл и все. Ну вас нигде валиться это не задерживаться за то, что машина там грязная или что-то? Нет. Вообще, полиция Блоковская. Мы знаете, как сделали? Мы где страховка. Показать вам? Ну. Сейчас покажу. Мы сделали. И там у нас Потеряевская. Сейчас покажу. Вот. Подаешь документы. А что это такое? А документы на машину подаешь. А он переворачивает. Опа. И читать начинает. Ага. Так, подождите, еще тут написано-то. Так. Настоящим удостоверением подтверждаем, что Марьясов Александр Сергеевич, Пупков Сергей Павлович и Сокольский, Валерий Сергеевич направляются в поездку по России с целью безвозмездной передачи в дар в храме и библиотеке православной литературы. Автором и задателем которой является Лапкин Игнатий Техович. Машина, госномер, газ, грузовик, фургон. Просим не препятствовать в осуществлении иметь такого благого дела и при возможности оказать им посильное содействие. Да воздаст вам Господь за вашу милость. Настоятель общины. Протерей Аким Лапкин. Двенадцатого, седьмого, пятнадцатого печать. Вот. А мы же нигде не нарушали. Ну и они видят еще. Они видят и говорят, счастливого пути. И все подрускают? Все, путь по козырек, счастливого пути. Вот прям так счастье отдают. Ну конечно. А мы же ничего не нарушаем. Они вот проверят только раз, возьмут, прочитали. Ну и сжатие. Вот у нас было это на английском языке, на немецком, когда за границей были мы. Оно в сумке там было. Было. Да. Там же французский, немецкий, английский язык. Да, да, да. То есть это мы подготовились очень тщательно. И нам это сильно помогало. Задерживали, когда читали. Тоже, как вот вы говорите, козыряли. А это ваши еще деньги лежат те. А это что? Иностранные ваши деньги. Это наши деньги. И вы их возили с собой. Так они все время ездят. Вот эти иностранные. Да как? Куда их теперь девать-то? Так они лежат в машине. А которые вы привезли, там и белорусские деньги, там это что? Это наши остались? Ваши остались. Ну где-то мы найдем кого-то. Давайте мы вам эти деньги отдадим, а вы там легче в России отдать кому-то. Да не, может кто здесь встретится. Нет, здесь в Тибири никого нет. Я вам тогда отдам эти все тугрики-то. Там шведские кроны, еще так у нас нету. Это остались семечки. Семечки. Это от глистов, когда собака. Ешь, чтобы у тебя не завелись они. Мы ели. Все. Вот сумочка. Я возьму ее. Ага. Ладно, закрывайте. Сразу раз, потом не забудь ключ отдать. Каким пара, брат? Спасибо, Стос. Так, ну что, обедать? Звать? В баню-то звать? Ну позови, скажи. Скажи там, Надежда Васильевна. Больше там никого нету. Она одна. Сейчас идем обедать. Пообедаем, и я по деревне проеду. Ребятишки разъехались все, да, уже? Все, никого нету. В воскресенье последнее уехали. А что вы там с полотины хотели? 2 августа у нас закрытие было. А с полотины что хотите делать? Если бы больше было ребятишек и было желание, то могли мы оставить и больше, до 28 августа. Но так как остальные стали ребятишек везти в другие места уже, где и дам, проще, мы всех отдали. А вы полотину начали поднимать? Да. Не начали. Подготавливаем, деревья убираем. Деревья, которые склоняются, бульдозеру не пройти. И сегодня пилили. И вот мы все бросили. Сегодня день выходной ради вашего приезда. Спасибо, Христос. Я сейчас по деревне пройду, на 5 часов скажу, что пришли, кто желает. А потом нагребаться будет, да? Ну да, потом приедут, технику привезут. За привоз трактора этого, бульдозера, 32 тысячи отдать надо. Ну, траллер идет, 16 привозят, ну, а даром кто будет делать. И за один час, вначале заломили 3 тысячи, сейчас договариваются, это за полторы тысячи сейчас работы. И нагребать будет? Ну, как гребать, он траншейку делает, и дальше впереди себя ножом давит, и поднимать, и поднимать платину. А высоко поднимает? Да, она ровная, как бы, ну, постепенно она так поднимется, выровнять надо. Ага. Так, все. Все, бросайте, пойдемте. Ага. А это? А вы как увидели, вот, 22-то, что это Алтайский-то, поди скажешь, ну, все, на Алтае. Да. Вы еще, вы в Омске увидели уже Алтайские номера. Что видели? В Омске Алтайские номера уже. А, в Омске. Так, а как Новосибирск прошли, легко? Там все заторы большие. Говорят, третий по величине город в России, Новосибирск. Я его пролетел, я же ночью, а никого в машине не было. А, ну, ладно. Это было, я проезжал Новосибирск три часа ночи. Понятно. Так, оставляйте все, уходим обедать. Ага. А потом сюда придем, мы тут сядем и запишем. Вот так наши ребята в Москве мыли. Все. Идите за ними. Что, надо свое тут занесите в комнату. В сенке хотя бы. А? Ну, что там ваше нужно занести.